Вы слышали когда-нибудь выражение «Лучший способ победить искушение — это поддаться ему»? Да, и делать. И практикуете, да? Хорошо. Значит, как вы думаете, почему у людей есть такая вот особенность? Например, все мы знаем, что пристёгиваться — это правильно, да? При нем безопасности. Но не все же пристёгиваются. Например, все знают, что мясо есть вредно, но далеко не все бросили есть мясо, правда? Некоторые считают, что это полезно, да? То есть, ну как бы, некоторые, ну все знают, что, например, ну что-то ещё, курить вредно, но куча народу курит, правда? Вопрос. Почему? Как говорит одна хорошая бизнес-тренер, мне очень нравятся её лекции, семинары Алла Клименко, вот, она говорит, «Знание очень сильно отличается от осознания». Слышите, да? Знание сильно отличается от осознания. То есть, когда ты осознал, я могу вам рассказать, как я начал пристёгиваться за рулём. Ну, вообще, в машине, да, хоть пассажир, хоть за рулём. Вот, я всегда знал давно уже, что нужно пристёгиваться. Ну, иногда я пристёгивался там на трассе и так далее. И вот однажды я был на семинаре одном, и спикер, которая выступала, она рассказала, у нас тема была ВИЧ-инфекция, профилактика, и она рассказала очень интересную такую штуку. Она говорит, «Знаете, есть у меня один друг ВИЧ-инфицированный». Вот, говорит, «Бог его чудо в жизни сделал. У него жена не ВИЧ-инфицированная, и у них двое детей не ВИЧ-инфицированных». Такое бывает, что люди живут половой жизнью, рожают детей, и он её не заражает. Такое бывает. Вот, у меня троюродный дядя, он ВИЧ-инфицированный, у него жена не ВИЧ-инфицированный, и ребёнок у них здоров. Вот, я могу это подтвердить. И, ну, это служба ВИЧ-инфекции, они в шоке как бы. Но логика в чём? Рассказывает она про этого парня, говорит, он всегда был таким безбашенным, и ВИЧ-инфекция у него, понятно, неспроста появилась, от его безбашенного образа жизни. И вот, значит, в чём была проблема. Он говорит, ну, он всегда ездил очень быстро, никогда не пристёгивался, а тут, говорит, прошло пару лет, я снова приехал в этот город, провожу семинар, он сидит, говорит, потом меня подвёз после семинара, едет по правилам, едет аккуратно, пристёгивается. Я говорю, ты что, в аварию попал какую-то страшную? Он говорит, нет. Я, говорит, женился, у меня родился ребёнок, и я теперь себе не принадлежу. Я берегу свою жизнь. Ну, ради, если я стану коллегой, жена, что будет со мной делать? А ещё ребёнка воспитывать и зарабатывать деньги. Я себе вдруг подумал, я вдруг осознал, вот этот процесс произошёл, осознание. Вау! Так вот почему я должен пристёгиваться, у меня же жена и ребёнок. У меня была жена и ребёнок уже на тот момент, сейчас уже двое детей. И я с тех пор начал пристёгиваться. Поэтому сейчас, вот когда вы пришли на семинар, я понимаю, что там очень интересно что-то в смартфоне, чатится там, ну, возможно, вы записываете мой семинар. Но я вас прошу, вы освободите часть своего стаканчика, в котором и так уже много информации от предыдущих семинаров, от разных там впечатлений. Потому что если вы хотите чему-то научиться, нужно немножко опустить, чтобы было куда налить. Угу? Окей? Потому что иначе, ну, как бы сложно научить человека, который не готов учиться. Потому что просто посидеть — это одно. Но опустошите свой стаканчик. Понятная идея? Вот очень интересно начинается Нагорная проповедь Христа. Это самая такая крутая проповедь в жизни Иисуса Христа. Помните, с каких слов она начинается? Первые три слова. Блажены нищие духом. Станьте нищими духом на следующий час. То есть опустите немножко. Обнищайте. Хорошо? И мы начнем с вами эту работу. Итак, тема нашего семинара — это как работать с искушением. Что с ним делать, чтобы победить? Важно понимать, что есть искушение. Потому что надо же понимать врага. Кто это? Что такое искушение? Сигареты. А? Это тянет. Сигареты тянет. Сильное желание. Это от дьявола. Это от дьявола. Это заманчиво. Это причина. Это удовольствие. Что это еще? Потом, да. Вот что вы чувствуете, когда слышите искушение? Какие чувства? Вы можете опишите свои чувства. Когда вы слышите слово искушение, о чем вы думаете? Что вы чувствуете? Можете поделиться чувствами? Привязанность. Поделитесь чувствами. Вот когда вы слышите слово искушение? Крючок обороны. Крючок обороны. То есть чувство, это искушение. Значит, смотрите, в Библии очень интересно говорит это искушение. Если вы возьмете поисковик библейский, да? И слово искушение, оно встречается в некоторых местах, четко описывается проблема. Например, первая глава апостола Иакова, послание Иакова, второй стих. Вот в первом стихе апостола Иаков там представляется. Иаков, раб Господа Иисуса Христа, апостол, все такое. И сразу начинает свое послание. С великой радостью. Откройте эту тему. Первая глава, послание Иакова. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Такое интересное начало послания. Причем он начинает послание. Иакова, раб Господа Иисуса Христа, братьям, находящихся в рассеянии, радоваться. И он начинает. Он говорит, радуйтесь. Когда вы впадаете в различные искушения, радуйтесь. Ну, как бы, всегда христианство, оно воспринимается людьми со стороны немножко. Ну, слушай, ну ладно там христианство, ну хватит уже. Ладно свинина там, ну суббота. Люди еще про десяти, ну не знаю. А если еще там, да, мы добавим пару моментов, да. То есть человек говорит, подожди, вау, ну я все понимаю. Ну, как бы, и вот это очередной вау, то есть радоваться в искушении. Причем великая радость. С великой радостью радуйтесь, когда вас вот это щемит, что-то ядовитое, и крючок впился. Поняли идею? Почему? Потому что, и он дальше объясняет, потому что испытание вашей веры производит терпение. Терпение должно иметь совершенное действие. То есть по факту искушение это процесс обработки нашего характера. Да? Ну, представьте, если мы, там, готовимся к восхождению на Эльбрус. Самая высокая точка Европы. Да? Кто-нибудь был из вас на Эльбрусе? На скольких метрах? До скал Пастухова дошла? Ну, там дальше... То есть вы доехали до станции Мира или пешком шли? На таком ехали тракторе. То есть после станции Мира еще на тракторе поднимались. То есть это где-то 4 тысячи метров. То есть, а может быть больше, да? 5,642 высота Эльбруса. Значит, вот представьте, нам нужно к восхождению. Понятно, на тракторе несложно подняться. Да? Ты сел и поехал. А вы пробовали в горах ходить пешком на вот такой высоте? Пробовала? Да. Как? Дышать тяжело. Дышать тяжело, да? А сколько ты провела в при Эльбрусе всего времени? Один день? Два? Три дня. Дышать тяжело. Дышать тяжело. Непосредственно там, возле Эльбруса, да? Через сутки начала? Были ощущения вопроса с дыханием? Все равно, когда на вершину идешь, не там. Тяжело. Все равно тяжело. Все равно тяжело, правда? То есть, если я не тренируюсь, я не смогу подняться на вершину. Ну, это и идиоту понятно. Но реально, когда вы поднимаетесь на вершину в горах, если вы не тренировались ханалом, ну, вас, во-первых, никто не возьмет наверх, потому что, ну, реально, и вы не дойдете до вершины, и вас никто и не возьмет, потому что зачем труп спускать? Потому что ты сам можешь стать трупом, пока тебя спустят. Ну, то есть, если человек один заболел, ну, в альпинизме есть такая тема, если один человек получил травму, чтобы его спустить, нужно четверо. А если тебе тяжело дышать, и надо тащить еще 80 килограмм человека, понимаете, да, идею? Это еще ухудшает ситуацию. Поэтому, когда наша христианская жизнь, искушение — это и есть норма, и это есть классно, это наше... То есть, это то, что должно быть. И убегать от искушений, ну, это как бы... В молитву Отче наш говорит как? Не введи нас в искушение. Да? Это что значит? Господи, защити нас от лишнего. Но если оно нам попадается, то Бог дает нам рассказ. Он говорит, что с этим делать? Во-первых, надо радоваться. Ребята, радоваться. Повернитесь друг к другу и скажите, я благодарю Бога за те проблемы, которые у меня есть. Не надо делиться проблемами. Значит, кто из вас не сказал этого? Поднимите руку. А что, сложновато? Ну, а вы просто скажите это. Вы просто это скажите. Я вам объясню, почему, но позднее. Хорошо. Итак, это норма. Это норма христианской жизни. Понимаете, да? То есть, искушение — это то, что есть в нашей жизни, и оно приходит. Вы поняли меня? Да? То есть, оно будет приходить, потому что нам всем нужно попасть на вершину. Окей. Следующее. Что нужно делать? Чтобы победить, нужно радоваться. Нужно радоваться. Это нужно радоваться. То есть, улыбаться. Нас бьют, а мы крепчаем. Радоваться — это непростая вещь, но она всегда поражает врага. Поражает врага. Следующее. Если вы откроете 1 Петра 4,13, откройте, пожалуйста. Кто-нибудь откройте и прочитайте. Ну, по-моему, да. Ну, 12. Возлюбленные, логуновые искушения для испытания вам посылаем не чуждаются, как приключения для вас странного. Спасибо. Кто любит странные приключения? Вот синодальный перевод, хотя смотря старый, ему уже 200 лет почти, но слово «странное приключение» не утратило своей актуальности. Правда? Странные… Мы ищем приключения на свою жизнь. Да? То есть, не принимайте, даже если испытание вот такое серьезное, тяжеловатенькое, как приключение. Но что дальше? Не чуждаются. Да, но дальше написано. Как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и вне мнения слабо его, возрадуйтесь и восторжистите. Значит, апостол Ака говорит, радуйтесь. Апостол Петр говорит, радуйтесь. Ну, давайте спросим, что говорит апостол Павел. Первое, Коринф, нам 10, 13. Ну? Ну? Читайте. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Да. Отлично. Итак, закончили мы пока что временно с библейскими стихами, переходим к практике жизни. То есть, искушение, это штука человеческая, она нас регулярно посещает, и нам надо радоваться, поэтому с улыбкой идем в тему искушения. Вперед? Вперед. Значит, откуда берутся искушения? Откуда? Скажите мне, пожалуйста. А? Правильно. Это первый источник, это голова. А второй источник, откуда берутся? Откуда они попадают в голову? Извне. Как мы это получаем? Как мы, как голова это все получает? Органы чувств. Да. То есть, это органы чувств. То есть, есть органы чувств, которые что-то видят, слышат, ощущают. Правильно? Поэтому первое, что нужно, искушение, это убрать, убрать непотребное. Псалом номер 32, по-моему. Не положу перед очами моими вещи непотребные, говорит Давид. А Давид, это мастер искушений. Да? Он убийца, прелюбодей. Кто он там еще? Ну, кто? Муж по сердцу Божьему. Да? Герой веры. Руки по локоть в крови. Прекрасный человек. Написавший, да, композитор, пастух, в конце концов, царь, воин, смелый. Классный мужик. Нормальный, адекватный христианин, которого любит Бог, так же, как всех нас. И он говорит, не положу перед очами вещи непотребные. Или Псалом 1 начинается, помните, он говорит, блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Там, где не нужно, правда? То есть там, где есть то, что можно услышать, понюхать, поцеловать. Да? Или потрогать. Или выпить. Ну и можно продолжать эти глаголы. То есть, это первый принцип. То есть, это убрать непотребное. То есть, если вас раздражают девайсы, купите бабушкофон. Купите бабушкофон. То есть, это принцип бабушкофона. Понятно? Ясно? Что такое бабушкофон? Это телефон с большими кнопками. Отлично. Все. Это называется. То есть, вы покупаете себе это и не заморачиваетесь полгода без всяких девайсов. Поверьте мне, вы настолько поумнеете, если вы будете не гуглить, а просто читать книжки. Потому что чтение книг совсем по-другому. Бумажных книг даже. Отличается от электронных. Это, например, этот. Следующее. Если органы чувств, ладно, мы, допустим, убрали все, но мы же не можем отрубить себе голову, правда? Не можем. Поэтому, Господи, не веди меня в искушение, существует молитва, очень наш. Да? А в голове откуда появляются? Вот если у вас, допустим, все органы чувств отключены, откуда оно берется в голове? Правильно. Это память. Абсолютно верно. То есть, второй источник – это память. То есть, что мы делаем с памятью? А вот память нам собака задает проблем. Память – это то, что мы получили от органов чувств. Правильно? Когда-то. Вот. И память нам, конечно, вечная память, прямо скажем так. Вот это отсюда берутся искушения в том числе. Они берутся в виде мыслей, в виде там наваждений врага или оно само к нам приходит. Итак, смотрите. Как нам работать? Здесь важно понимать, ребята, принцип мысль, желание, действие. Московская железная дорога. Смотрите. Мысль, желание, действие. То есть, сначала в голову человека приходит мысль. Да? Мысль потом становится желанием, либо она практически сразу становится желанием. То есть, если вы в жизни регулярно чего-то делаете нехорошее или хорошее, то вы даже не замечаете, как оно у вас моментально сразу становится желанием. Например, человеку сразу хочется курить. Если он курит все время, вот. А потом, когда он начинает бросать курить, сначала к нему приходит мысль покурить, а потом начинается желание. Ясно? То есть, чем реже мы практикуем, тем реже мы нейронные связи используем, тем меньше мысль окрашивается в чувство. Потому что мысль это бесчувственная штука, а желание это мысль, окрашенная в чувство. Цветное. Понятно? Когда она становится цветной, это уже проблемка. потому что желание победить сложнее, правда? Чем мысль отогнать? А? Конечно. Конечно. Но, потому что есть навязчивости, так называемые навязчивости. Есть навязчивые мысли, есть навязчивые желания. И вот здесь есть обсессивные мысли и компульсивные. компульсивные мысли это такие очень сложно преодолимые. Вот хочется, оно накатывает на вас волной сильной. А навязчивая мысль или навязчивое желание, оно появляется у вас, ну, оно вам не нравится. Суть навязчивости, обсессивно-компульсивных расстройств, например, человек хочет, ну, там, проверяет 10 раз перед тем, как уйти. Из дома двери. Видели такое? Слышали? Или там воду проверяет, свет, ну, это разные варианты. Руки моют, да. Вот. Штаны одевают именно в таком порядке, там, в таком порядке носки, там, тапочки должны так стоять. Вот. То есть, человек очень сильно страдает от этого, потому что эта система ритуалов его, ну, как бы ограничивает. Понимаете, да, идею? И они ему противны. Так же и христиане, ну, по идее, противны грехи. Хотя, ну, мозгу его противны. Христианской части его мозга. Не христианская часть его мозга, под названием на П начинается, на лоте заканчивается, да, плоть. Ей нравится. Нравится, правда? Вот. И вот, когда вы решили вдруг в своей жизни не есть после шести, холодильник, холодильник становится совсем иного цвета. А содержимое холодильника и просто лежащие на столе фрукты, которые вы никогда не ели, вдруг почему-то становятся аппетитными. Вы пробовали это делать? Не есть после шести? Попробуйте. Попробуйте сегодня. И разложите вокруг себя еду. после ужина. Нет, не ужинать вообще. Не ужинать. Это называется мысль. То есть, мы начинаем себя чувствовать нехорошо. Итак, что же нам делать? Смотрите, если первый уровень защиты это защитить себя, убрать, то второй уровень защиты это работа с мышлением. Понимаете, да, то есть работа с нашими мыслями и желаниями. Потому что сам апостол Павел, он говорит, бедный я человек. Вот хочу хорошее делать. Не получается. А плохое вообще не собирался. И он говорит, что ж такое? Кто избавит меня от этой плоти? И там есть очень интересный глагол, который он использует. Как только я соберусь сделать хорошее, тот час прилежит мне злое. Очень редкий глагол. В русском языке мы его практически не используем. Прилежит. Когда-нибудь слышали? Ну, прилежание мы используем, да, слово. Да? Но вот прилежит, это что значит? Грех лежит. Помните, где это используется? Абсолютно верно, да. Каину, Бог говорит, у дверей сердца грех лежит. Он что делает? Влечет тебя к себе, да, но ты господствуй над ним. Итак, как же нам господствовать над грехом? Скажите, мы можем господствовать над грехом, ребята? если написано, значит должны. Давайте поработаем, как же нам это. Итак, первый принцип очень простой. Этот закон называется закон волны. Закон волны. Он очень хороший, вот, и я его называю еще стоп-мысль, вот тоже. И здесь мы напишем еще, какой закон слов и мыслей. кстати, стоп-мысль я в прошлой группе не рассказывал. То есть, смотрите, закон слов мысли говорит так, как верно то, что за мыслями идут слова, так верно и обратно. За словами следуют мысли. То есть, например, вы подумали хорошенько и потом сказали. И обычно получается неплохо. но бывает наоборот. Мы сказали, а потом думаем, что ж я ляпнул. Да? Опять я дура не то сделала. И мозг усваивает слово дура. Слышите? Если вы будете себе 20 раз говорить, я дура, 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 понятная идея? Это так работает закон слов мысли. Если вы себе говорите, все будет хорошо. Так, ну, это работает светская психология классическая. Аутогенная тренировка, самовнушение и так далее. Все будет хорошо. Даю установку на добро. Все будет прекрасно. Вы поженитесь, назовете дочку Васей, ну, и так далее. То есть, все будет хорошо. Я сейчас все меридически говорю, но если вы используете это, все будет хорошо, то вы себе рассказываете и начинаете в это верить. это становится частью вашего мышления, это становится частью вас. Почему воспитание ребенка это самое великое из великих миссионерских работ? Потому что если бы все адвентисты своих детей воспитали для Бога за 150 лет, нас было сегодня 140 миллионов, а нас 21. Вопрос, куда надо вкладывать деньги? Да нет, в матерей. Надо вкладывать деньги в воспитание. Вот, понимаете, я читал цитату Элины Вайта, где она пишет, что на небе есть доска почета героев веры и на этой доске почета имена матерей. Слышите? Что такое мать? Мать это мать. Она просто воспитывает, понимаете, идею? И это величайший героизм воспитать ребенка. Так вот, что получается, что получается, когда мы начинаем воспитывать ребенка и говорим, я тебя люблю, Бог тебя любит, папочка тебя любит, и мы это подкрепляем делами, ребенок в это верит, правда? Потом он рассказывает себе, все будет хорошо, и ты ему говоришь, говори себе, все будет хорошо. Ребенок растет потихонечку, растет. Что происходит, когда ребенку говорят, вечно ты падаешь, у тебя ничего не получается, у тебя ничего не получится, не лезь туда, это не будет, ты это не сможешь, это не будет. Или еще говорят, будешь это делать, мама будет тебя любить. самая страшная фраза, которая только может быть. То есть ребенок учится делать, чтобы его любили, а это праведность по делам. И потом попробуй докажи человеку, что Бог его любит просто так. Поняли идею? Мы усваиваем, это становится частью нас. Поэтому, ребята, перевоспитание заключается в том, что когда ты читаешь Слово Божие, где написано «Я тебя возлюбил вечной любовью, я тебя любил всегда и буду любить христианин, который в пятом поколении христианин, адвентист, вот я всю жизнь слышал, что Бог меня любит. И я не мог понять, как у Бога нет времени, вот он живет вне времени. Но недавно я очень интересную аналогию придумал, как-то готовился для лекции. Суть такая, вот представьте, вы едете в автобусе, и остановка, на которой вы не вышли, а вышли на следующий, вот там предыдущий, это ваше прошлое, Автобус же уехал уже, все, это прошлое, оно в прошлом, а вот на этой вы вышли, это ваше настоящее, вот вы выходите, а та, на которой потом следующая остановка, это что? Наше будущее. А если взлететь на километр над этой дорогой, что вы увидите внизу? Все три остановки, правда? И это будет наше настоящее, правда? А если вы взлетите еще километров на 20, вы увидите весь город и целый регион, взлетите на орбиту, вы увидите, как летит самолет, который через четыре часа будет в Азии. Он летит, для него это настоящее, а вы уже видите его будущее. А Бог, у него на карте все. Поняли идею? Поэтому он видит этот вопрос, он видит этот вопрос и знает нашу жизнь. Вопрос, почему ему не стоит доверять, если он знает наши все дороги, все остановки и все остальные. Вот как он это делает. Так вот, когда мы работаем с словами, мыслями, то мы себя воспитываем. Господь говорит, я тебя всегда любил. Ты говоришь, все будет хорошо. Повернитесь сейчас друг к другу и скажите, я тебе серьезно говорю, у тебя будет все хорошо. Я не знаю, что у тебя в жизни, но у тебя все будет хорошо. Повернитесь друг к дружке. Повернитесь друг к дружке, скажите это. Скажите, я не знаю, что у тебя в жизни, но у тебя все будет хорошо Повернитесь друг к дружке и скажите это Прекрасно Вон та девочка не получила обратной связи Девочки, мальчики, повернитесь к ней Так, вы сказали друг к дружке, прекрасно Хорошо А теперь скажите себе, вот закройте глаза и скажите У тебя, дружище, все будет хорошо В слух скажите это, вслух Закройте глаза и скажите вслух В себе, в себе закройте, скажите глаза Скажите, сделайте это упражнение, оно простое Никто вас не убьет, это не смешно и не грустно Сказали? Прекрасно Повторяйте это регулярно Значит, что значит хорошо, когда оно нехорошо, правда? Потому что мы сейчас разбираем второй уровень защиты Первый уровень защиты это убрать от себя искушение Второй уровень защиты это работа с мыслями Потом мы перейдем к третьему Значит, смотрите Закон слов и мыслей вам понятен, да? Понятен? Он очень прост Это стандартный закон психологии Девять десятых всех душевных заболеваний Это за то, что люди себе выдумали болезнь У меня будет плохо, у меня проблема Люди себе выдумают болезни вплоть до раковых заболеваний Ну, так говорит наука И я вам, как официальный представитель медицины, это подтверждаю Себе можно придумать болезнь Она у вас разовьется Ну, в принципе, развить раковую болезнь несложно Потому что каждую минуту в нашем организме В любом организме вырабатывается 2000 в среднем раковых клеток Но иммунная система постоянно их поражает Уничтожает И иммунная система так работает, понимаете? Супер Но если иммунная система не срабатывает Что? Веселое сердце благотворно, как врачество А унылый дух? Поняли идею? То есть, когда мы себя говорим Ничего не получится Все будет плохо Ужасная страна Ужасные люди Ужасное я Ужасные все Пусть всегда будет солнце Понятно? Да? Прекрасно Итак, следующее Это принцип стоп-мысли Когда вам приходит в голову мысль Мысль Даже если она пришла уже как с желанием вместе То есть, например, вы постоянно делаете что-то нехорошее И страдаете от этого Да? То нужно говорить себе Стоп, Господи Я не хочу об этом думать Или Стоп, Господи Я не буду об этом думать Это называется правило стоп-мысли Господи Я не буду об этом думать Даже если вы уже подумали об этом Начали Вы говорите Стоп, Господи Я дальше не буду об этом думать Ясно? Вы учите себя останавливать То есть, мысль это Поток движения электричества и нейрохимии И вы себе говорите Стоп, Господи Я не буду это делать Но это второй уровень защиты Это еще не самый высокий уровень защиты Потому что есть пациенты, которые мне приходят и говорят Юрий Александрович, а где взять силы, чтобы сказать себе стоп? А реально бывает, что нету сил Нету сил Понятная идея? Когда человек болеет депрессией Его очень сложно понять Если вы не болели депрессией Потому что депрессия Это как раз дефицит веществ между нервами Которые называются нейротрансмиттеры Передатчики И человек считает, что ему плохо Что он самый плохой в мире человек Что ему надо покончить жизнь самоубийством Но на самом деле Ему просто не хватает веществ Поняли идею? И как вы скажете себе Когда у тебя не хватает веществ У тебя даже нет сил сказать Все будет хорошо Понимаешь? А как он может сказать себе Хорошо, если у него нехорошо? Он даже не хочет это говорить Понятная идея? Поэтому человеку назначается лекарство Физиотерапия Изменяется питание Его выгоняют пинком под зад На прогулки Так мы занимаемся пациентом И человек начинает выходить из депрессии Потихонечку за ручку Здесь работа с мыслями То есть когда мысли приходят Искушение Мы говорим стоп Например, идет красивая девушка Я сижу за рулем Переходит симпатичная девушка В летней одежде Лето, да? Летняя форма одежды Она переходит дорогу Красавица девушка Я говорю, ой, какая красивая девушка Это грех? Нет Потому что это мысль Она не грешная Бывают грешные мысли Вот какая сексуальная девушка Это грех? Мысль уже окрашена греховно слегка Да? Ну, можно по-другому это назвать В зависимости от того, какой лексикон мы используем Что мы смотрели А вот если эта мысль продолжается Вот бы мне с этой девушкой Это грех? Поняли идею? Вот она прошла граница То есть у вас появляется мысль Окрашенная И уже идет в желание Поэтому Евангелие от Матфея Пятая глава Двадцать восьмой стих Что там написано? Это стих, который разрушает полностью все основания под ЛГБТ-сообществом Вы слышали, что сказано не при любодействии? А я вам говорю Всякий, кто смотрит на человека с вожделением Что происходит с ним? На женщину Он при любодействии Да? То есть по идее в чем? Проблема в чем? Не в том, что ты делаешь Он говорит, христиане, так называемые геи Вы знаете, есть целая организация Sevens Gay Adventists Да? Да? Погуглите Прямо сейчас Геи Adventists седьмого дня Да? У них есть лагерные встречи Свои эти, да Это люди, которые когда-то Они исключенные Они не являются членами церкви Но они вместо слова day поставили гей И себе организовали организацию Неважно Суть в чем? Этот текст рушит идею Понимаете? Или есть геи, которые говорят Так Крестите меня, пожалуйста Я гей Но я не буду практиковать То есть я не буду жить с мужиками Или лесбиянка говорит Я не буду жить с женщиной Или бисексуал говорит Я вообще буду ходить вот так все время Завяжу на узел Все, что у меня есть в своей жизни Окей Скажите мне Это человеку вообще ему легче станет Нет, потому что У него в голове куча желаний Ну, то же самое с алкоголиком Закодируете алкоголика И вы получите непрактикующего гея Ну, по факту И так же Это аналог То есть человек не пьет, но он алкоголик Поняли идею? Он ему хочется выпить, но он боится То же самое с гомосексуализмом Он хочет попасть в Царство Небесное Он поэтому не практикует Говорит, Господи, когда же я сдохну? Зачем ты меня таким создал? Я лично общался с такими людьми И сейчас вышел фильм Очень интересный Организация Ребята-адвентисты Которые занимаются этим Coming Out Ministries Они сейчас фильм Я плакал, сидел Часовой фильм Шикарнючий Называется The Journey Interrupted Да, прерванное путешествие Ну, скоро его переведут на русский Вот И там история пятерых Таких ребят Ну, вот у меня в следующем месяце Приезжает человек на консультацию Женщина Я поконсультировал по телефону Она мне говорит Вы меня знаете И я вас знаю Говорит У меня есть проблема Я сначала жила с парнем пять лет Теперь с девушкой жила пять лет А теперь, ну, говорит Я хочу оставить свою ориентацию Хочу нормально жить Но это у меня сидит в голове Понимаете, да, идею? То есть Как это Чтобы это вышло из головы? Для этого нужен третий уровень защиты Но Бог говорит То есть Если у тебя приходят искушения То есть Они еще не стали твоей зависимостью Проблемой Да То ты можешь их останавливать Ты можешь их останавливать То есть Если у тебя с Богом все хорошо Тебе приходит вовремя мысль И ты говоришь Господи Спасибо тебе за мою жену Переходит девушка через руки Я говорю Господи Спасибо тебе за мою жену Она такая красивая Прекрасная Поняли идею? То есть Вы благодарите Бога Это следующий принцип Радости и благодарности Радоваться и благодарить Запомните этот принцип Благодарить Ну раз уж мы заговорили о благодарности Я вам сразу даю очередной Очень мощный инструмент работы Значит Нужно Когда вы хотите Если вы хотите жить такой радостной Нормальной жизнью Побеждающей искушения Пользуйтесь правилом Трех списков Три списка Значит Три списка Первый список Это список Составьте список Своих грехов Как-нибудь Сядьте так Вечерком Или днем С утра Желательно И скажите Господи Вот тут доктор мне вчера рассказал Составить список грехов Сегодня суббота Утро Я сейчас их На составляю У вас даже иногда Ручка будет просто дрожать От того что вы будете выписывать Потому что будет стыдно Ну Напишите С самого раннего детства Некоторые мои пациенты Пишут его три дня Прям все Нет прям все Прям все Вы составляете этот список грехов Понимаете То есть вы его прописываете И потом говорите Господи Вот Мне стыдно Но я это делала Я это делал Или я это делаю Продолжаю Я прошу тебя Прости меня Я отказываюсь От всех этих грехов Я знаю Что ты меня простил Я принимаю твое прощение Поняли да? И Если простили за эти Просили за эти Конкретно грехи Можете их не писать Вопрос Можете их не писать Да Но для профилактики Можете написать Можете написать Там подчеркнуть Вот эти божие Я уже просил о прощении Да 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 Галочка отметить Просто вы с Богом Разговариваете Вот просто Вот как Знаете С приятелем С которым Потому что Бог Он так все знает Смысл от него Что-то скрывать Там стыдиться Боже Ну ты знаешь Ну есть у меня Пирсинг в попке Ну боже Ну ты же знаешь У меня веселые переговоры Есть с подружкой моей жены У которой Нос здесь Ну проколотый Вот Она хорошая девчонка Христианка Туроператор Вот Я все время с ней Вы прикалываете Она Пару раз делала эксперименты Потому что Ну как бы Со временем глаз привыкает Ты не замечаешь Этой штуки в носу У нее Ну то есть у нее там Сережка типа такая Ну Торчит Да Как это называется Я не знаю Хвостик Гвоздик Типа гвоздика Да Только оно такое Загогулиное То есть оно одевается И там снутри Ничего не видит Потом она сняла И ходит И я Слушай А я не заметил Она говорит А я сегодня без этого А потом снова одела Ну как бы Ну типа Глаз привыкает Но идея в чем То есть вы прописываете Это все И потом Молитесь Говорите Господи Прости Я отказываюсь И сжигаете Этот список Ключевая тема Сжигаете Физически его сжигаете Понятно, да? Согласно научных исследований Есть такие методики Психологические То есть вы Расстаетесь с этим И это Очень благотворно Всказывается на вас Второй список Который нужно составить Это список Ваших Ну Вашего разговора Скажем С человеком Который вам неприятен С человеком Которому вам сложно простить С самим собой То есть выписать мысли Которые иногда возникают Например То есть вам хочется высказать У вас возникают какие-то вопросы Составьте список Напишите его Монолог Диалог И сожгите его Поняли идею? Расставаясь с мыслями Вы не привязываете себя к ним Потому что вы ее извлекли на бумагу Мозг, который Что-что? Недовольство Недовольство, да Вы их выписали Негативное общение Да Да, это негативное общение Но вы его на бумагу Бумага все стерпит И бумага действительно все терпит И сжигаете себе Спокойно этот список Ясно? Ну Можете, конечно, модернизировать Но сам процесс сожжения Он очень интересно запечатлевается Потому что вы понимаете, что этого нет Можете написать в планшете Потом это стереть Одним движением Удалить в корзину Но лучше написать Ясно? Потому что когда мы пишем Мозг работает по-другому Чем если мы тыкаем пальцами Запомните это Поняли? Это лексические навыки Графические навыки Итак Это второй список Третий список это был у нас Третий был список? Второй Третий список Это список благодарностей То есть Но этот список не нужно сжигать Это список, который вы каждый день пополняете Это называется Thank you diary Дневник благодарности Который вы составляете И пишете От трех до десяти благодарностей в день Боже Боже От маленьких до больших Боже Сегодня у меня мысль возникла интересная Благодарю тебе Поняли идею? Вы прописываете этот список. Я знаю, что половина из вас не начнут его вести. Но если вы начнете его вести, то 31 декабря под елкой. Если вы откроете этот дневничок, вы будете сидеть и плакать от счастья. Сколько у вас всего классного случилось за год? Потому что память, зараза, она все забывает. А когда вы пишете на бумаге, самый тупой карандаш лучше самой острой памяти. Вы записываете. И все, это уже никто не забудется. Понятная идея? Вы составляете это. Если вы хотя бы раз в неделю, ну три раза в неделю пишите. Это просто красота. Вы потом прочитываете, просматриваете. Это третий список. Но есть еще четвертый список. Четвертый список работает следующим образом. Но он так и называется. Четвертый список. Это непростой список. Очень непростой. Если в вашей жизни была травма. Или есть травма. Или есть проблема. То, что вас сильно напрягает. Например, там умер близкий человек. И вас это сильно, очень сильно пошатнуло. Или у вас было какое-то очень неприятное событие. Напишите список благословений, которые вы получили благодаря этому несчастью. Вы меня услышали, да? Напишите список благословений, которые вы получили благодаря этому несчастью. Например, вы стали ближе к Богу. Например, я повзрослела. Я стала больше молиться. Я задумался реально о смысле жизни. Поняли идею? Это ваша задача. Те из вас, кто был у меня на семинаре вчера, я говорил о том, что важнейший ключевой принцип, как не выйти замуж за пациента, это понять цель, смысл счастья. То есть задать вопрос человеку, какой у него смысл жизни, есть ли у него цели, счастлив ли он. И уже поэтому видно, насколько человек адекватен и здоров. Итак, это четвертый список. Для того, что искушения уходят, особенно искушения мыслить негативно, искушения проблемно, когда вы составляете эти три списка. С двумя списками вы расстаетесь, а два списка вы бережете. Это очень... Потому что когда вы начинаете искать позитивное, это вы меняетесь, ваша личность меняется. Поняли идею? Потому что мозг работает очень интересно. Мозг работает по принципу электрохимической передачи. И его электрохимическая передача, она осуществляется таким образом. Ну вот нейрон, допустим, один нейрон. Вот другой нейрон. Между ними есть расстояние. Вот это расстояние называется как? Синапс. Абсолютно верно. Это что такое? Это щель такая, которая... То есть нейроны друг с другом не соприкасаются. Там обязательно есть щели. И электричество по нейрону движется в виде волны. А между синапсами оно передается с помощью химии, нейротрансмиттеров. Серотонин, дофамин, норадреналин. Слышали такие слова? То есть вот здесь, когда начинается импульс возбуждения электрического, вот эти вещества выделяются в эту щелочку, попадают на рецепторы, тут происходит электрическое возбуждение, и ток бежит дальше. И все это очень быстро. Каждые 3-5 минут вот эти штуки истощаются, рецепторы. Это называется закон волны. То есть когда вам приходит в голову желание чего-то непристойное сделать, оно сильно длится только 3-5 минут. Поняли? Пока действуют нейротрансмиттеры. Потом они истощаются. Потом начинается процесс обратного захвата. Они возвращаются обратно в предыдущий нейрон. Ясно? Проходит перераспределение этой химии. И все это длится вот эти минуты, пока волны нет. Потом оно снова накопилось. И снова пошел процесс. Ясна идея? Вот так вот мы живем. Именно поэтому написано «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст вам истощение нейротрансмиттеров в прессе на оптической щели, чтобы вы могли восполнить их запас и перенести искушение». Это современный перевод Нового Завета для нейрофизиологов. Поняли идею? То есть это важный компонент. И слава Господу за то, что у нас так мозг работает. Аминь? Это прекрасно. Аллилуйя, надо сказать. Потому что Бог создал нас вот такими прекрасными. Поэтому не надо вечно терпеть, ребятки, не надо вечно терпеть, что вам придется по жизни искушение преодолевать. Искушение нас посещают кратковременно. Бывают, конечно, когда у вас долго формируется болезнь и привычка, то наступает цунами. Цунами — это сильное желание, которое длится от 10 до 20 минут. И это очень тяжело. Сильное желание преодолевать. Это компульсия, когда тебе хочется. И это во времени тяжело. Почему это происходит? Потому что при болезни мозг формирует много рецепторов. Много рецепторов. Ясно? И его не устраивает уже, например, простое удовольствие от одной сигареты в день. Мозгу нужно 20 сигарет в день. Ясно? Ему мало... Мозгу мало выпить бутылочку. Ему надо выпить уже две бутылочки. Мозгу мало. Что-что? Попытки отвлечь себя другим делом помогают? Да, попытки отвлечь себя. Как раз... Но у тебя для этого и есть пауза. То есть в паузе тебе не надо себя отвлекать, а вне паузы ты отвлекаешься тем, например, физической нагрузкой, контрастным душем, говоришь себе стоп-мысль. Понятно, да? То есть ты себя отвлекаешь. И оно уходит. Потому что когда ты говоришь себе стоп-мысль, у мозга есть доминанта. Кстати, я говоря, в предыдущей группе об этом не рассказывал. Вам расскажу. Есть такая штука доминанта. Доминантное мышление. То есть мозг работает по принципу доминанты. Мозг всегда думает о чем-то, а о дном всегда сильнее. Он может думать о нескольких вещах надовременно. Правда? И выполнять несколько операций. То есть вы можете ехать за рулем, говорить по телефону, жевать что-нибудь. Мозг со всем этим справляется. Удачно. Вы же, когда жуете, попадаете в рот. Правда? Да? И умудряетесь там еще, если у вас коробка передач механическая, как-то, все это делать. Еще и болтать с кем-то. Но обычно, обычно, что происходит? Обычно, что-то мы, на что-то мы больше обращаем внимание. Они говорят, о, какой вкусный помидорчик, спасибо. Или мы говорим, подожди, что ты сказала, пока у вас вкусный помидорчик, потому что вы отвлеклись. Да? Или вдруг гаишник едет и говорит, подожди, подожди, сейчас мы проедем пост ГАИ. Да? Проехали пост ГАИ. Или там аварийная ситуация, говорит, подожди, подожди, я не могу. Или вы кричите, дурак, куда ты едешь? Да? А вот человек, подожди, это я не тебе, извини. Да? То есть, понимаете идею, да? Ну, я так не делаю. Я раньше говорил, гамадрил. Ну, не важно. Значит, поняли идею, да? То есть, мы отвлекаемся. То же самое с переключением мысли, вот то, что ты спросил меня. У нас есть физиотерапия, да, там, можно себе по пальцу ударить при желании. То есть, можно себя облить водичкой. То есть, зарядить себя так, переключить себя, и доминанта переключается. Доминанта переключается элементарно. Вот в течение следующих пяти секунд вы будете думать и совершенно по-другому будете сейчас думать. А-а-а-а! Вот. Вот. То есть, видите, доминанта работает очень просто. Доминанта очень просто работает. Поняли идею? То есть, можно мозг переключить. Поняли? Поняли идею? То есть, это очень эффективно. Очень эффективно. Запомните это. Не потому, что я психиатр, и уже трохи свихнулся. Нет. Задача в том, чтобы мы использовали это. Использовали. Идея понятна? Вот так работает мозг. Господь нам дает эти облегчения, чтобы мы могли переносить эти проблемы. Чтобы мы отвлекались. Так работает закон волны, правила стоп, и закон слов и мыслей. Теперь еще один важный компонент, который нужно, мы выходим уже на последний уровень. Итак, ребята, что делать, когда нету силы? Вот реально нету силы. Правда? То есть, допустим, не помогает ни слова с мыслями. То есть, мы падаем, и падаем, и падаем. Такое бывает? Регулярно причем. Мы падаем, то есть, все равно появляется желание. Вот. Все равно они, и я слушаю в очередной раз проповедь там, да? Мне в очередной раз рассказывают, меня уже совесть загрызла. И принцип-то употребления зависимого человека, который попадает в порочный круг. Он утешает себя психоактивным веществом, чтобы свою совесть, ну, просто успокоить свой дискомфорт. Признаков зависимости, это влечение, которое мы обсудили, да, мысли. Это дискомфорт вне интоксикации. То есть, человеку некомфортно. Мозг привык получать незаконное удовольствие. И ему некомфортно, чувств вам некомфортно. И поэтому надо срочно употребить, что-то сделать, поиграть, посмотреть порнушку, выпить, покурить, чтобы успокоиться. Даже если это плохо, но я знаю, что это меня успокоит на некоторое время. Поняли идею? Я закричал не потому, что вы вышли, выходили. Поняли, да? Это принцип очень простой. То есть, когда мы не можем справиться, то есть, желания нас одолевают. Ну, вот реальная история одной из моих реальных пациенток. То есть, она пришла ко мне на прием, молодая женщина, двое детей, 24 года, она с детства в церкви, все хорошо, за исключением того, что каждый проходящий мужчина вызывает у нее сексуальное желание. У нее есть муж, у нее есть дети, все нормально. Она говорит, доктор, даже я вас хочу. Вот сижу и на вас смотрю, и я говорю, я понимаю тебя. Это вам кажется, что это смешно? Но это не смешно, потому что она сидит и плачет. Ей плохо. Она хочет убить своих детей, она хочет убить себя, потому что ее достала такая жизнь. А потому что, когда мозг начинает патологически работать, он воспроизводит еще более серьезные патологические мысли. Например, есть такой синдром Чикатило, синдром маньяка. Сначала маньяк испытывает сексуальное удовольствие от созерцания убийства, потом он доводит себя со временем до изнасилования, потом изнасилование сопровождается с нанесением телесных повреждений, потом изнасилование с убийством, потом он насилует убитую жертву, потом он отрезает части тела, потом он носит их с собой, потом он их жует и так далее. Я учился в Ростовском медицинском университете на кафедре психиатрии, которая изучала маньяка Чикатило. У меня мои преподаватели изучали маньяка, и этого непосредственно обеседовали с ним, поэтому я не буду вам рассказывать дальше ничего. Но идея грех, а потом человека доводит до самоубийства. Поэтому некоторых маньяков так и не находят. Они сами себя уничтожают, потому что они не могут получить еще большее удовольствие. Поняли идею? Мозг работает, он сам себя разгоняет. Сначала человек хочет себя убить, потом у него другие мысли появляются, страх, 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 проблемы, страх, страх. И все это накатывается комом. Что делать, когда не получаются вот эти два уровня? Здесь мы выходим на уровень самый высокий, это уровень третий, то есть высшей степени защиты. Это уровень духовной помощи, то есть как он работает? Он на самом деле простой как азбука, ребята, вот просто как алфавит, но он очень эффективный. Я приведу вам две цитаты. Одна цитата находится в одиннадцатой главе книги «Служение и исцеление». Я сегодня ее читал вам, ну, зачитывал утром. Одиннадцатая глава книги «Служение и исцеление». Это потрясающая книга, Эллина Вайт, которую я очень люблю, потому что в этой книге описаны вещи, которые написаны 140 лет назад человеком, не имеющим ни малейшего медицинского образования. В то время не было известно абсолютно ничего о наркологии, и там написано масса всего о наркологии, масса всего о психиатрии, масса всего вообще другой области медицины. Вот. И суперкруто все прописано. Вот, например, вот она, эта цитата. Ну, тут я вам проведу три абзаца коротких. Это подзаголовок «Сила воли» в одиннадцатой главе. «Искушаемый нуждается в том, чтобы понять истинное значение силы воли». Ну, всем нам нужно понимать. А кто искушаемый? Каждый из нас. Да? Это определяющее качество характера человека «Сила воли». Сила решимости, сила выбора. То есть воля, по факту, это выбор. Поняли идеи? То есть я выбираю. Вот. Все зависит от правильного направления воли. Одного желания быть добрым, чистым, добродетельным мало. Если ограничиться благими намерениями, мы знаем, куда они приводят. В ад. Многие катятся навстречу гибели, хотя надеются, желают преодолеть свои дурные пристрастия. Все дело в том, что такие люди не покоряются воле Божьей. То есть есть моя воля, а есть большая воля. То есть Боже, пусть будет воля твоя, а Галя моя. Понимаете идею, да? То есть Боже, если ты... То есть Господи, пусть воля твоя будет. Один мой коллега, ну не мой коллега, очень крутой капеллан, который работает в американском одном центре по лечению депрессии, Дон Макинтош. Вот, он говорит, что когда приходит ко мне человек, который испытывал действительно серьезную травму, которую ни я не испытывал, ни кто-то из моих там консультантов, он говорит, вы не можете понять мои травмы. Я указываю ему на терапию 53 главой пророка Исаии, где написано, помните 53 главу пророка Исаии? Он был изъязлен за беззаконие наше, он был мучен, наказание мира было на нем, помните? То есть Христос перенес все, и он говорит, вот этот человек перенес все. Вот, пожалуйста, с ним поговори, если никто не понимает. И вот мне покоряется воле Божьей, а Христос покорился воле Божьей, он сказал, Господи, не моя воля, но пусть твоя будет. Они не избирают служение ему. Интересно, что Элина Вайт здесь глагол избирают выделяет курсивом, то есть автор выделяет курсивом. Что происходит, когда автор выделяет курсивом что-то? Это ключевая мысль. И они не избирают служение ему, то есть люди проигрывают, потому что не выбирают служить Богу. То есть говорят, Господи, я хочу, чтобы все-таки Галя была моя. Пусть воля твоя, но по-моему. Поняли идею, Бог предоставляет право выбора, и мы должны им пользоваться. И вот она, эта цитата, которая взорвала мой мозг. Мы не в силах изменить свои сердца, управлять своими мыслями, побуждениями, привязанностями или симпатиями. То есть если мы пытаемся работать с двумя уровнями защиты, то это часто напрасный труд, потому что дьявол тоже знает. И это светская психология, я же вам рассказываю практически всю нейрохимию. «Сами мы не в силах очиститься настолько, чтобы стать пригодными для служения Богу, но в наших силах, и она снова делает курсивом этот глагол, избрать служение Богу, подчинить Ему нашу волю, и тогда Он будет производить в нас и хотение, и действие по своему благоволению». Вы когда-нибудь встречали эту фразу «и хотение, и действие по своему благоволению»? Это филиппийцам 2.13. То есть и тогда у нас и хотелки, и действия будут по Божьей воле. А именно об этом я и мечтаю как христианин. Я хочу, чтобы у меня было все классно. Я хочу, чтобы радоваться, и чтобы я шел и благодарил Бога. День сегодня прошел хорошо. «Делай то, что я хочу». Да, «Делай то, что я хочу». И что получается? Оказывается, что таким образом Христос станет управлять всем нашим естеством. И дальше она и тоже. Благодаря правильному воле изъявлению может произойти полное изменение жизни. Подчинение воле Христа объединяет нас с божественной силой. Чистая, благородная жизнь, свободная от порочных страстей и похоти, реальная возможность для каждого, кто объединит свою слабую и непостоянную волю с всемогущей и неизменной волей Бога. Это первая простая азбука. Первая часть нашей молитвы должна быть такой. Каждый день три раза в день. «Боже, я выбираю тебя. Я выбираю служение тебе». Поняли? Вы сознательно, осознанно, ребята, то есть, помните, я вам вначале сказал, опустошите свои стаканчики, сестрички. Помните? Осознать вот эту молитву, нужно ее осознать. Господи, я выбираю сегодня служение тебе. я выбираю тебя. Окей. Вторая цитата, это цитата из книги «Наглядные уроки Христа», глава 13. Там, где она говорит о, там, где Элина Вайт комментирует притчу о фарисеи и мытаре. Очень интересная, классная притча о фарисеи и мытаре. И вот, что там в этих наглядных уроках Христа она пишет. Вы помните фричу о фарисеи и мытаре? А? Да. Ну, очень классная притча, правда? Да. Что там написано в этой притче? Мытаре. Пришел фарисей, да, с мытарем, ну, разными дорогами, незнакомыми между собой. Фарисей очень супер, говорит, Господи, я адвентист седьмого дня, в третьем поколении, я сын пастора, я сын пресс-видера, неважно, я просто рядовочная церковь, но очень хорошая, я возвращаю тебе десятину. Боже, со всего. Боже, я не так, как эти всякие разные убийцы, злодеи, гомики, лесбиянки, алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Я прекрасный человек. Мало того, я даже не как вот этот слева, который стоит. Тот, кто слева, зарабатывает сто тысяч долларов в день, потому что работает на таможне, и ворует деньги. И он стоит и говорит, Господи, вот у меня уже эти миллионы, этих долларов. Тревога неописуемая. Счастья нет, жена ушла. Молодая жена тоже мне выкобенивает. Есть такой глагол. Боже, прости меня, грешник. Прости меня, прошу тебя, во имя Твое. И Христос говорит, и вот этот налоговый, таможенный инспектор пошел домой оправданным. Больше, чем вот этот первый. Божья любовь сложно понять. Так же, как нашего Давида с его кучей проблем. Правда? Который, кстати говоря, раскаялся в том, что он переспал с Версавией только через год, когда к нему пришел Нафан. Когда уже ребенок родился и умер. Слышите? Поняли идею? Через 9 месяцев, да? Почитайте. Там Нафан не сразу пришел. И вот представьте себе, Бог говорит, я тебя прощаю. Но тут есть один очень интересный момент. Она пишет следующее. Никакие внешние обряды не могут заменить простой верой. Никто не может освободиться от своего я. Мы лишь можем позволить Христу совершить эту работу. Должна ваша душа восклицать. И вот она молитва, которую я хочу, чтобы вы завершили, ребята. И после этого я вас отпускаю. Это самый высокий уровень. Господи, возьми мое сердце, поскольку я сам не в состоянии отдать его тебе. А. Боже, возьми мое сердце, я грешник, я не могу тебе отдать его. Я такая зараза, эгоист, что я даже не могу. Я могу спеть, Боже, я даю тебе свое сердце. Это брехня. Красивое украинское слово, брехня. Это ложь. Мы настолько своим мозгом дорожим, что мы не можем его отдать. Поэтому молитва так и звучит. Боже, возьми мое сердце, поскольку я не могу отдать его тебе. Оно принадлежит тебе по праву. Очисти его, потому что я не могу сохранить его чистым для тебя. Это второе. То есть, Боже, я не могу очистить свое сердце. Я могу там пытаться что-то делать, но только ты можешь очистить свое сердце. И третье. Воссоздай меня, обнови, возвысь меня до чистых и святых высот небесных, где щедрый поток твоей любви сможет омывать мою душу. Это и есть высочайший уровень защиты от искушений. Боже, я выбираю тебя сегодня. Пожалуйста, я не могу отдать свое сердце, сам его забери. Пожалуйста, управляем. Пожалуйста, подними его до твоих высот и омой его потоком своей чистой любви. Три, четыре предложения. Ясно? Боже, я выбираю тебя сегодня. Пожалуйста, возьми мое сердце, я не могу его отдать. Пожалуйста, Господи, будь ласка. Украинский язык звучит так. Будь ласка. Это пожалуйста по-украински. Будь ласка. И измени его, потому что я не могу его изменить. Очисти его, потому что я не могу его очистить. И говорите аминь. И так три раза в день. И вот эта женщина, которая пришла ко мне и говорит, доктор, я даже вас хочу. У нее настолько тяжелое, грешная жизнь, она когда начала описывать свои грехи капеллану и на бумаге, то даже бумаги было красно от стыда. И настолько у нее были лобные доли, ее плохо работали, мозга, которая контролирует все процессы, что она не могла запомнить первого предложения Божьей. Я выбираю тебя. Я ей записал. Она говорит, если я остановилась на молитве без бумажки, первые три дня я не могла вспомнить этой фразы. Так ей дьявол мешал. Реально. Через три дня она говорит, я уже научилась, я вспоминаю эту фразу. Через неделю она уже молилась этой молитвой с четырьмя предложениями и Господь дал ей свободу. Пользуйтесь этим высоким уровнем защиты. Поняли? У вас есть там, вы можете там контрастный душ, применять разные там бег, плавание, прыгание. Это прекрасно, это дополнение, то есть как себя дополнить образом жизни, чтобы мозг работал лучше. Понимаете идею, в чем польза физического хорошего образа жизни? Мы улучшаем кровообращение мозга и питания, а мозг это единственное, что с неба может работать и то, что управляет нашим в обратном порядке. Поэтому вот это используйте. И последнее, после чего нужно идти на обед. Смотрите, ребята. Есть очень классный пастор, у него есть очень классные видеосеминары Билл Ливерсидж. Вот, Билл Ливерсидж. У него есть несколько семинаров, один называется «Победа в Иисусе», второй называется «Крещение Святым Духом». Вот. Семинар с таким интересным названием, но вообще он совсем немножко о другом. Он там с прикольным юмором проводит семинар, и на одном из семинаров я смотрю его семинар, и я как-то смотрел этот семинар где-то с полгода назад, и там бегает один человек с микрофоном, и я не могу понять, где я видел этого человека. Там как бы семинар проходит, а человек с микрофоном бегает по залу, там, те, кто хочет, они записывали, чтобы человека было слышно в камеру. Говорит, этот брат сегодня поделится нашим свидетельством вечером, Бог сотворил чудо в его жизни, и он, значит, ходит с этим микрофоном. Я не могу понять, где я видел этого человека. Ну, это в Америке где-то, в какой-то церкви. Вот этого человека с микрофоном я точно где-то видел. и я вспоминаю, где я его видел. За несколько дней до этого я как раз посмотрел вот этот фильм The Journey Interrupted, прерванное путешествие, пять историй гомосексуалистов. Там три истории гомосексуалиста, две истории лесбиянки. И это один из тех гомосексуалистов, который прошел через ад своей жизни. Он говорит, я был не просто гомосексуалистом, я, говорит, в среднем двух-трех мужчин новых менял в неделю. В спортзале где-то я их там находил и так далее. Его сестра адвентистка, они вместе работали в одном фото, ой, не фото, а парикмахерской. И пастор просто говорит, слушай, у нас еванская программа, позови своего брата. Она говорит, я вас умоляю, я, конечно, ему передам приглашение, но мы за него молимся уже там 15 лет. Он вообще как бы человек погибший. Она говорит, ну, мы молимся за него. Он говорит, ты передай ему приглашение, Господь сделает. Она ему передала приглашение, говорит, пастор приглашает тебя на программу. И он говорит, я чувствую, что я должен пойти на программу. Он пришел на программу, диванскую сидит, слушает семинары, там идет призыв, кто хочет отдать Господу свое сердце. Он говорит, я понимаю, что надо Богу сердце отдать, я в него верю, он меня любит. Он говорит, Господи, Господи, ты же понимаешь, я готов это сердце отдать. И Бог поменял его жизнь, потому что он начал молиться этой молитвой. То есть, он начал говорить, Господи, я эгоист, я не могу отдать тебе сердце. Поняли идею? Забирай, забирай. И Бог начал делать в нем и хотение, и действие. Если вы послушаете семинар Леверсиджа, он там рассказывает про одного парня, который стал ходить в церковь. Он пришел к Леверсиджу, а тот сидит в церкви, завтракает. И говорит, а Леверсидж только собрался завтракать, только. Он говорит, заходит парень, говорит, пастор, у меня к вам очень серьезный вопрос. А Леверсидж с юмором говорит, ты знаешь, я просто создан для серьезных вопросов. Он говорит, вы не поняли, у меня очень серьезный вопрос. Он говорит, слушай, Я вот как раз собирался серьёзный вопрос сегодня обсудить перед завтраком. Садись со мной. Он говорит, пастор, у меня вопрос такой, потому что, может быть, вы со мной даже с завтрака не захотите. Есть ли Бог для гомосексуалистов в церкви адвентистов седьмого дня? Он говорит, ты знаешь, я просто мечтал позавтракать с таким человеком. Садись. Ну, в общем, они поговорили, он ему объяснил, это проблема безусловной любви, посмотрите отдельно в семинаре. И вот, и он говорит, этот парень начал ходить на молодёжке, только сказал, пастор, я свою ориентацию не поменяю, это моя проблема, я с ней буду ходить и всё такое. До тех пор он ходил, говорит, пока, однажды говорит, пастор, я сижу на молодёжке, все сидят в кружочке, там девчонки общаются, пацаны тоже, он тоже сидит, говорит, и девочка, она такая симпатичная, выходит и идёт в двери. Ну и мальчики так, ну автоматически у мальчиков глазки поворачиваются, и смотрю, у этого мальчика тоже глазки поворачиваются. Говорит, подожди, Джонни, ты же гомик, куда ты смотришь? А он говорит, нет, Господь меня уже освободил. Поняли идею, да? То есть Бог меняет эти все вещи. Так вот, ребята, у Билла Леверсиджа есть потрясающая цитата. Он говорит эту фразу в одном из своих семинаров. Пожалуйста, не просите у Бога силы. Это самая безуспешная молитва христианина. Боже, дай мне силы перенести искушение. Не просите, это неправильно. Он говорит, это не то, не делайте этого. Просите, чтобы Бог был у вас вот здесь, в вашем сердце. Разве вы не знаете, что ваши тела — храм Духа Святого? Поняли идею? Поняли идею? То есть Дух Святой готов жить, и тогда у вас будет и сила, и все остальное, потому что Он в вас живет и вами управляет. Поняли идею? Причем все, что вы будете делать, это будет делать Бог. И вы будете говорить, да я раб ничего не стоящий, я просто пришел и провел семинар по зависимости. Поняли идею? Вот так. Ну, я еще потрачу ваши три минуты той притчей, которую я заканчивал. Хорошо, ладно. Смотрите, ребята. Одному человеку приснился сон. Пришел к нему Иисус. И он говорит, я хотел бы у тебя отдохнуть. Он говорит, Иисус, я рад. У меня куча проблем в жизни. Заходи, переночуемся такое, пообщаемся. Я люблю эту очень притчу. И все хорошо, они попили чаю, пообщались, легли спать. В 12 часов ночи стук в дверь. Хозяин дома встает, идет, открывает, там стоит бес. И тоже просится. Он говорит, извини, у меня занято. Сегодня не могу. Ну и как бы там переговоры повел с бесом. Тут, чтобы сильно не шумел, закрыл дверь и все, и лег спать. На следующий день говорит Иисус, слушай, ты останься у меня еще на денек, пожалуйста. У меня есть проблемы в жизни. Все, он остался. Вечер, ночь, 12 часов, стук в дверь, хозяин идет. Там уже два беса, более настойчивые. Он с ними ведет переговоры, часика полтора, там выпихивает их потихонечку. Все, в общем, провел переговоры, еле закрыл, с синяками под глазами проснулся. Иисус говорит, дружище, что у тебя происходит по ночам? Что-то такое невыспанное. Он говорит, Господи, будь, пожалуйста, рядом. Все будет хорошо, я справлюсь, все будет хорошо. Ты, главное, не уходи, останься еще на ночь. Хорошо, Иисус говорит, окей, не вопрос. На следующую ночь, в 12 часов, стук в дверь, открывает хозяин, там уже пять бесов. И он уже до утра с ними боролся и сражался, и чего-то там только не было. Еле закрыл двери на рассвете. Уснул, проснулся от того, что Христос ему уже завтрак приготовил, вкусняшки. Разбудил его, тот спит прямо на коврике. Вот, говорит, ну теперь расскажи мне, в конце концов, что у тебя происходит. И он рассказывает, Господи, по мне по ночам приходят бесы, такая проблема, у меня куча всего этого. Он говорит, а ты не подумал о том, что бесы вообще-то сильнее тебя, что вообще-то я Бог, я могу тебе помочь. Он говорит, ну мне неудобно было, я думал, что ты рядом, и все будет хорошо. Он говорит, хорошо, давай я остаюсь на эту ночь, я сам открою дверь. Хорошо? Он говорит, не вопрос, пожалуйста, потому что эта ночь меня вообще измучила. Ну все, в 12 часов ночи, стук в дверь, никто не спит, Христос идет от двери, открывает, там стоит уже сам дьявол. Дьявол такой, оп, я извинил, извините, я не в ту дверь постучал, и убежал. Понимаете идею? Дьявол понял, что ошибся дверями. Не просите у Бога силы, не просите, чтобы он был рядом с вами, ребята. Просите его, чтобы он был вот здесь. Аминь. И это самый высокий уровень защиты. И тогда он вами управляет. И когда они придут, искушение. Дьявол скажет, ой, извините, не те двери. Поняли? Помолимся. 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 Боже, небо и земли, мы Тебе доверяем, просим Твоего благословения, чтобы Ты, Господи, то, что мы услышали сегодня, снова и снова отложил в нашей памяти. Это просто, Господи, но и непросто. Потому что наша воля и плоть наша, она любит что-то о себе. Подари нам, Господи, это желание непрестанное. Каждый день, трижды в день выбирать Тебя. А если надо, и чаще напоминать себе, что сегодня я выбрал Тебя, Господи. Благодарим Тебя за свободу, которую Ты нам подарил. И за желание и действие, которые Ты даешь. И за возможность дышать свободно. Господи, подари каждому из этих ребят радостное христианство. Я благодарю за то, что Ты это уже сделал, и Ты начнешь благословлять их жизнь. Слава Тебе за то, что Ты приготовил для нас. Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. При Caucus. Аминь. ила